Я работаю в Нижне-Тагильском музее-заповеднике научным сотрудником в отделе по учету и хранению музейного и архивного фондов уже на протяжении 20 лет. Прежде всего в мои обязанности входят исполнение хранительских функций. Это обеспечение сохранности музейных предметов, поддержание порядков коллекции, своевременное подбор, выдача и использование музейных предметов. Ну а основная, конечно же, моя обязанность это изучение и систематизация музейного фонда. Я работаю заведующим исторического отдела. Как и другие руководители, я занимаюсь организационной, административной работой, а также всеми видами музейных работ. Научно-фондовой, научно-просветительной, научно-исследовательской и экспозиционно-выставочной. Работа интересная, работа приносит мне удовольствие. О том, что я буду работать в музее, мне кажется, знали все, кроме меня. Потому что, начиная еще с выпускного вечера в школе, где классный руководитель, зная, что я готовлюсь поступать на исторический факультет педагогического института, написала про меня четверостише, касаемо моего музейного будущего. Ну что, я очень сильно возмутилась. Однако, уже в 2000 году, получив диплом и обратясь в службу занятости, я поняла, что постребованными являются профессии бухгалтера и экономиста, и, скорее всего, мне придется переквалифицироваться. Но для этого необходимо было подписать три отказа от учреждений. И специалист центра занятости выписала мне направление, прежде всего, в музей. Я шла с полной уверенностью, что подпишу отказ и буду готовиться для прохождения курсов. Но когда я вошла в здание музея, я ощутила особую атмосферу, особую культурную среду. А пройдя собеседование с руководителями отделов, я увидела, что здесь работает много увлеченных людей, и что именно здесь мне будет интересно, я хочу работать в музее. Это особая история. В музей-заповедник я устраивался на работу три раза. Первый раз не получилось работать в советском отделе, второй раз не удалось устроиться в научно-просветительский отдел, но, как говорится, Бог любит Троицу. И на третий раз я устроился в исторический отдел, что было, в общем-то, моим желанием. Прежде всего, в коллекции необходимо было провести санитарный день по обработке стеллажей и коробок, так называемое обеспыливание. В коллекции кинофотофонодокументов очень высокие потолки, и стеллажи доходят до самого верха, высотой они более четырех метров. На тот момент имеющаяся стремянка составляла менее метра, но это меня не испугало, и полна решимости я приступила к обеспыливанию. Но в тот момент, когда я находилась на самом верху стеллажа, в кабинет вошла одна из сотрудниц музея с вопросом по коллекции. У меня просто не хватило смелости признаться, что я наверху и подать голос, поэтому сотрудница прошлась по кабинету и, хлопнув дверью, вышла, покинула его. Уже в конце рабочего дня, когда моя хозяйственная деятельность была окончена, эта же сотрудница снова вошла, и я прослушала лекцию, нотацию о том, как небезопасно оставлять открытым кабинет, когда в нем никого нет. В первый день работы заведующая историческим отделом Светлана Адольфовна Клад мне провела экскурсию. Мы ходили по залам полдня, прошли только три зала. Да, на первый взгляд показалось немножко страшно, но я был уверен в себе, у меня были хорошие учителя. Дело в том, что в то время в пединституте преподавали, наверное, великолепные лекторы, великолепные педагоги, и они дали мне очень много. Ну, освоился я достаточно быстро и через месяц достаточно успешно сдал обзорную экскурсию. Казусы в работе случаются у каждого, но один из казусов мне послужил хорошим уроком на будущее, так как буквально через год моей работы в коллекции в кабинет был установлен персональный компьютер для начала ведения электронной базы музея. Это меня несколько напугало, я стала узнавать, где я могу пройти компьютерные курсы, на что руководство мне ответило, что в моем дипломе имеется уже зачет по информационным технологиям, и я обязана знать и уметь работать хотя бы с офисными пакетами программ. Но смелости у меня тоже на тот момент не хватило признаться, и знало бы мое руководство, что в 90-е годы мы практически всей девчачьей группы упросили своего педагога по информатике поставить нам данные зачеты, пообещав, что мы никогда в жизни не подойдем к компьютеру, мы не будем с ними работать. Ну вот, после случившегося, когда компьютер был уже установлен, тем же вечером я бежала в книжный магазин, купила самый толстый учебник информатики с 5 по 9 класс, и в течение недели, практически пребывая в состоянии стресса, занялась самообразованием. Днем я работала, а ночью читала и знакомилась с материалами учебника. С первого раза для меня это было очень сложно, поэтому учебники я, наверное, прочитала раз в 5. Однако это меня научило тому, что нельзя легкопысленно относиться не только к своей учебе, но и, конечно же, к работе. Ну, казусы, конечно, случались, их было достаточно много. Могу припомнить последний или один из последних таких казусов. Я вел обзорную экскурсию и в Демидовском зале рассказывал о Демидовых, как о коллекционерах. Рассказывал о том, какие они собирали коллекции, произведения, искусство, скульптуру, живопись, диковинки разнообразные. Ну и упомянул о домах, особняках Демидовых и сказал следующую фразу. Демидовые имели богатые особняки в Москве и Ленинграде. Возникла пауза. Здесь я понял, что я сказал нечто не то. Вместе с семейной парой нашими посетителями, мы немножко посмеялись, и экскурсия была продолжена. Музей на работе вдохновляет многое. Ну, прежде всего, меня как хранителя вдохновляет работа с материалами коллекции. Когда, рассматривая старые фотографии, ты можешь очутиться в то время, время, когда проходила сама непосредственно съемка. Кроме того, особые моменты возникают, когда обратившиеся в музей люди за поиском материалов своих родных встречаются с документами, с предметами своих родственников. И вот в эти моменты встречи становишься невольным свидетелем, как трепетно люди всматриваются в групповые фотографии, пытаясь найти своих родственников, как они ищут знакомые черты, как читают надписи, подписи под документами. И, конечно же, в эти моменты ты испытываешь бурю эмоций, трепетных чувств и становишься невольным свидетелем встречи взора прошлого взглядами уже потомков настоящего времени. И, конечно же, осознаешь всю ценность своей работы, хранительской работы по сохранению истории и нашей народной памяти. Ну, наверное, как любого другого музейщика, в работе вдохновляет творчество, знакомство с новыми людьми, знакомство с новыми экспонатами, знакомство с новыми историями. Эти истории мы записываем и передаем другим.